К весенним полевым работам приступили в Акмолинской области. В этом году аграрии планируют освоить больше 5 миллионов гектаров земли. 90% из них будут засеяны зерновыми культурами. На посевные работы привлечены свыше 16 тысяч единиц техники. Все ли хозяйства региона сегодня обеспечены дизельным топливом по льготной цене? Узнавали мои коллеги. 25% пшеницы, выращиваемой в стране, приходится на долю Акмолинской области. В этом году местные хлеборобы планируют удержать достигнутую прежде планку. Однако опасаются засухи, поэтому как только завершат весенние посевные работы, вернутся к влагосбережению. После посева мы пускаем катки. Это уплотняет верхний слой и, следовательно, меминизирует вынос влаги. Также баранование после посева. Это тоже разрушает корку, которая образуется после дождя. В целом по региону земледелием занимаются около 6 тысяч хозяйств. В этом году по льготной цене им выделено более 70 тысяч тонн дизельного топлива. Первые партии ГСМ уже доставлены крестьянам. Общая сумма субсидий на этот год превышает 13 миллиардов тенге. Из них, получается, выделено на семеновозство 617 миллион тенге. На минеральное удобрение выделено 3,2 миллиарда тенге. На пестициды выделено 9,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день по данным программам у нас заявки поднимаются. По семенам уже принята заявка на 200 миллионов тенге. По данным направлениям у нас работа продолжается. Семенной фонд в регионе составляет более 530 тысяч тонн. По словам специалистов, этого вполне достаточно для проведения посевных работ. В этом году объем посевных полей увеличен на 59 тысяч гектаров. При благоприятных погодных условиях весенние полевые работы планируется завершить к началу июня. Тамара Степанова, Обзал Азаматулы, Евгений Шинкаренко, Хабар-24, Акмолинская область.